всем привет так как я обещала сегодня будем с вами тестировать вот такой вот отпариватель вид паревич вертикальный вид парювач холм так называется холм 4 по моему не знаю как правильно вот вот так он выглядит вы видели что я уже показывала видео что мы его купили в от и стоил он 399 гривен по акции без акции 499 в общем 400 и стоил раньше 500 вот так всем очень интересно как он работает честно вам скажу я его не открывала достала единственная вчера вечером инструкцию у меня спросили есть ли но не есть ли сколько а ты бы дает гарантийный срок 6 месяцев гарантия и мощность спрашивали мощность я вот нашла 1200 писали что слабоватый не знаю ничего сейчас вместе с вами будем пробовать тестировать открывать смотреть это не реклама я купю за свои деньги вот так выглядит коробка нарисованы мягкие игрушки одежда гардины постель мягкая мебель вот еще по моему скатерть наверное он дезинфицирует можно обрабатывать мягкую мебель игрушки на и на пару убивает микробы я так думаю вот улыбаются девушки довольны и что одежда не мята и сейчас мы это все проверим открываем так внутри у нас такой вот мерный стаканчик вот максимум написано наливать достанем инструкцию нас инструкции я ознакомилась будем с вами пробовать сейчас все попробуем сейчас вам скажу сколько на какой объем рассчитана колба воды сколько уходит я думаю не очень много в общем не найду я какой объем воды ну на и на вот этот вот вот минимальная максимальный объем вот этот стаканчик ну думаю наверное на один раз отпарить одежду должно хватить дальше тут у нас в наборе что есть вот такая вот щеточка такая щеточка а тут такое мягенькая есть достаем сам отпариватель здесь еще у нас гарантийный талон который никто не заполнил но у нас есть чек открываем надо же проверить вдруг он не рабочий вот так он выглядит отсюда пару нас будет выходить кнопочка здесь тоже две кнопочки вот написано максимум это наверно сюда водичку заливаем мы кнопочка индикатор должен загореться в общем водичка я буду пользоваться когда в магазине выбирала женщина тоже одна хотела сильно купить но она переживала что будет здесь знаете как в утюгах бывает как мусоринки я верю надо чистой водичкой пользоваться очищенную наливать они из-под крана чтоб потом известкового налета не было читаю инструкцию так залить водичку по максимуму где написано включите в это в розетку должен загореться червоный красный индикатор вот здесь и через две минуты уже он нагреется ну кстати быстро нагревается две минуты это не 10 минут ждать для в общем для работы нам до регулярно кожны кожни 2 секунды нажимать на кнопочку чтобы брызги выходили на и на вот эта вот кнопка но написано не чаще чем через каждые две секунды 1 2 1 2 а вот так делать нельзя будет пар а вот еще как-то регулируется смотрите какой-то регулятор ладно сейчас будем с вами пробовать так нам до снять а как сюда залить воды воду вот это же как-то наверно снимается пристри до кнопка для выткрытия емкости воды да вот эта кнопка я ее нажимаю и что а и вытаскиваем вот все достали здесь вот это надо снять открыть вот сюда сейчас зальем водичку очищенную аккуратненько заливаем ой удобно так заливать все хорошо ой так еще можно набирать он уж чуть-чуть набралось наверное 200 миллилитров воды сюда идет сейчас еще добавим так резервуар у нас не очень и маленький может парам будет быстро израсходоваться ну вот я вот так набрала думаю достаточно до максимума нет а может надо прям закрываем чтобы вода не выбежала есть да и и защелкнули все идем пробовать так нам надо щеточку вот эту защитную надеть и идем так я пришла в ванну сейчас размотаю шнур шнур кстати ну кабель шнур длинный отлично здесь розетка я его включила и он издает звуки слышите есть такой звук я наверно его включила когда клацал он уже порой смотрите он уже включился так я закрыла вот эта кнопочка получается это ее нажала и все сразу пар пошел а нам до подождать две минуты пусть постоит поверьте увидите как сразу же начал работать какой шустрый я принесла рубашку написано в инструкции что надо вещи отпаривать ну чтобы они висели сзади ничего не было ни двери ничего мне удобно у меня здесь кабинка и мы будем сейчас с вами отпаривать рубашку она вот такая мятенькая сейчас попробуем будем эксперимент на новой моей рубашке давайте так повернем вот видно сзади да что она мятая чтобы потом было видно да и после как это все разгладится сейчас проверим так вот написано индикатор погас значит все уже готов к работе но приступим сейчас поставлю в штатив так надеюсь все видно хорошо приступаем софия она приступает куда паром пар видите идет пар и надо вот так по ткани как бы проводить дезинфицировать девочки как вы думаете кто знает не знаю видно вам я вижу что отпаривает да можно сказать что можно утюгом сделать быстрее но я давно хотела вот такой вот отпариватель гордины шторы можно не гладить развесить если гордина шесть с половиной метров или сколько ее же неудобно гладить девчонки отлично все распаривать числом покажу вниз может ванда как вот включать фарширует о вверх кнопочка сейчас я вас опущу немножечко так я хочу чтобы вам было видно тоже все что я делаю дальше включаем заново все ровненько это конечно ткань тонкая но это для блузок хорошо вот софий на блузочку вот вчера которую я купила знаете сколько когда была молодая блузок попадала я думаю не я одна многие бывает куртки вот куртку белую которую я купила она помятая мы сейчас ее попробуем прогладить ну видите что ровненько все нету вот этих заломов мне нравится это утюг сейчас мы перевернем на эту сторону нормально все чудесно залом видите вот он залом сейчас я буду вот так проходить и все его нет за секунду за секунду вот тут залома вот рубашка вот тут нижняя кубочка был залом все идеально ровно чудесно справляется со своей задачей кому надо ваттб покупайте все я довольна я знала что он будет классно нет она сухая просто и угла живут рукава вот так проходим курточки гордины да сейчас мы принесем еще что-нибудь потяжелее это ткань тонкая но с гординой она справится теперь я не буду гладить свои гордины буду после стирки развешивать и сразу проходится паром ну все идеально очки все идеально сама ткань конечно она по себе жадко вот эта ткань но заломиков нет сейчас мы принесем что-нибудь сейчас вам ближе покажу отключу так воды немножко использовалась половинку использовалась воды вот рубашка помните какие были заломы ничего нет все ну ткань конечно это жадко ткань но вот этих сильных заломов не сейчас мы принесем чем-нибудь потяжелее проэкспериментируем все вот тут был залом большой пуговица была вот так прям смята вот ровненько все моя пляжная рубашечка да так сейчас принесем еще что-нибудь вот принесла еще свое платье постирана его постирала и она была сложная вот ну видно до заломы кстати ткань здесь очень мнется она тоненькая тоненькая летние такое платье чко не знаю лишь штапель или не штапель я его очень люблю в нем не жарко но единственное после стирки она у меня села ширину нет и в длину она короче стала сантиметров на 15 чем изначально его покупала но я его теперь ношу по дому вот давайте его попробуем отпарим так я включаю пар пошел вот вот так камеру держать прям может одной рукой не очень удобно будет показать ведь складочку же нет легким движением руки и никаких больше заломов вот все идеально все все еле дотрагиваясь посмотрите какой пар идет смотрите чудесно класс сейчас ту сторону перевернем сейчас отключу подожди эта сторона вот он заломик она даже с той стороны на на паром прошло не такой теперь мясо он зовом сразу убираем может у кого-то такой есть отпариватель я давно хотела и вот и недорогой и отличный вот и вообще отличные товары не между должны за рекламу платить сколько им товаров рекламирую ну правда мне хорошие товары мне нравятся мокрая влажновато это лично отлично так смотрите ровненькая ровненькая платьичка ровненько совсем ровненько мрехтыть шут это девочки я на видео вижу я тоже видишь как пятна а в живую ты видишь на платье мамка слепая не видит пятна посадила можно я вижу тебя надо реки как на видео видно а я в живой вот так не вижу на видео вижу хороший ой софия что-то такое это ногти софи мы рекламируем ну не рекламируем я что-то показываю ну если вы будете не переживайте софия клеить не на клей она двухсторонний скотч и держится отлично ребенку хочется попу так надо следующий эксперт мое мне кажется так надо что-то посложнее взять до чтобы придумать такое посложнее куртку попробовать новую белую я вам сразу скажу что я не нахваливаю никого не заставляю покупать просто я показываю свой результат нравится мне или нет если бы не нравилось я бы вам бы сказала фигня не покупайте так сейчас будем куртку пробовать вот эту куртку кстати я еще думала какие буду гладить моя новая курточка еще даже не лейбу не ценник не по срезала так она мне на три бульки не села вот видите она мятая может ее в магазине конечно паром гладили но все равно вот как вам не знаю сейчас вы скажете что она ничего не мятая живую смотришь одну ну давайте вот по спинке но видно же что здесь залом и вот они вот залом и она мятая мятая курточка я бы в такую не ходила однозначно я бы ее гладила сейчас проведем эксперимент и раз только на штыки поставлю так вода еще осталось вот сколько воды уже две вещи погладили включаем вот хотела насадку снять может без насадки лучше как вы думаете видео вам не видно так близко ну и камеру уже подтянула девочки она идеальная становится сейчас я не спеша разглажу все вам покажу кому скучно смотреть ножки мотать главное только очищенную водичку набирать но еще вам скажу устройство нелегкое мы потом с вами взвесим у меня уже рука если честно устала это вот так делать может потому что высоко если бы вот так ниже висела но здесь удобно потом надо осторожно быть потому что пар горячий чтобы руку не обжечь отлично все отлично рука устала честно говорим гордина будет наверное тоже рука устала с непривычки ну ладно это зарядка утюгом тоже туда-сюда возилкой тоже тяжело отлично все складочки все разглаживаю чем не там темная рукав сейчас я камеру отключу переключу на ту сторону вам ближе вот сейчас сразу покажу потом буду рукавчики вот рукавчики у меня тут на резинках как бы я утюгом вот это все разглаживала нужно еще нажимать на пар так сильнее поддавать но не больше через две секундочки нажимать не чаще вот рукавчик разносится эта сторона мятая сейчас я вам выглажу одну сторону и покажу тут сейчас включаю сейчас вам ближе переверну камеру так смотрите как все разгладилось помните какая была мятая все чудесно все чудесно девочки все чудесно вот рукавчик но он влажный я наверно передержал аж ткань влажноватая а эта сторона видите вот заломы мятая чудесно а это вся сторона ровненькая отличная но все больше не будем проводить или еще чем-нибудь потяжелее найти я только что отключила потому что водички вот так уже немножко осталось ну если например выгладить что-то такое более тяжелое наверно весе уйдет вся вода 200 миллилитров здесь а так ничего но решила еще вот нашла футболку давайте так вот сдалека ну вот видно да что она мятая сейчас проверим это как обыкновенная футболка сейчас мы проверим как она тут выгладиться или не выгладиться ну вот видно что она мятая здесь камушки но обычно я угладила с той стороны выворачивала сейчас проверим по камушкам лишь я не буду гладить опором можно пора можно пройтись сейчас пройдемся попробуем теперь я знаю чем я буду заниматься только буду и гладить сейчас я включу и вот уж я выключила сейчас попробуем ну так это хорошо для блузочек для очень таких платежки ткани которые нежный шелк там шифон правильно но если еще и можно и обрабатывать убивать и бактерии мягкую мебель пройтись паром обработать тоже классно так что отличный отпаривать и так что он там включился до включился вот снова хотела без щетки может без щетки вообще будет классно как вы думаете там в инструкции не написано было видно но тут всегда в любом складочки вот эти тяжело было обработать воды мало девочки все равно гладить все идеально все выглаживает видите видно вам до и после эти какая-то страна но удобно когда висит ну вот так сзади ничего нет я не знаю если у меня кабинки не было я не знаю теперь это делала все я подключу но все не мятая а эта сторона смотрите это мяты видите как пшикает уже воды мало дайте наливать чтобы я не спалила давайте футболку уже догладим и все на этом хватит ой мама мне не будет видео будет что ты хочешь и спонжик надо спонжик или нет чудесно София смотри как отмаживает ух тыжка а ты сняла щёточку нет а всем привет если кто меня видел отлично отлично я довольна все можете сегодня сейчас видео вам смонтирую идите в отб покупайте себе этот шнур длинный длинный шнур хорошо все футболка видите идеально идеально все я выключаю вот и сейчас доиграюсь воды там мало мало осталось показываю вблизи вам видите идеально и не надо никакой утюг я верила что это классная вещь буду заниматься глажкой так что буду наверное открывать на дому кому надо что отпарить приносите ну не бесплатно конечно так что я шучу нет 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 покупайте себе и тоже отпарите класс я довольна ну что я довольна прям довольна притовольна такая радая и Жене скажем молодец что ты мне купил спасибо а то он переживал что это тоже будет такое не ахти а я знала что будет классно я всегда все чувствую наперед так что советую советую вам идеально все разгладилось хорошо вот смотрите футболку я полностью погладила платье рубашку ну рубашку я там так быстренько пробегалась ну воды менять наливать там немножечко еще вот осталось но я уже отключила сейчас я это открою вылью водичку просушу а вот еще мы с вами не пробовали работать без вот этой насадки может без нее лучше или с насадкой лучше у кого есть такой отпариватель напишите пожалуйста как вы пользуетесь эту щеточку надо снимать или не надо для чего она нужна потому что в инструкции что-то как-то не сильно указано для чего ну в общем если щеткой прошлась все получилось у меня значит все замечательно ну что я довольна на все сто с задачей справился идеально так все пишите свои комментарии напишите пожалуйста у кого тоже есть такой отпариватель ну именно вот такого формата который ручной небольшой довольны вы вы им или нет ну я только вот сейчас попробовала но я осталась довольна мне очень понравилось классно классно вот так что жду ваших комментариев пишите кому нравятся кому не нравятся такие девайсы я считаю они делают там женщинам ну облегчают наш труд все таки блузочку аккуратненько паром пройтись две минутки она идеальная правильно то владельную доску выставляй ставь и гладь и там температурный режим подстраивайся бывают такие разные складочки куда утюгом хотя утюги сейчас тоже с паром но все равно вот это идеально класс я смотрю просто на футболку думаю что куда я там идеально конечно идеально потому что она идеально все тут разгладилось все чистенько все ровненько ни складочек ничего нет класс отличная вещь ВТВ продают так что покупайте кто хочет можете купить я попробовала осталась довольна все это мое мнение я обычно всегда делюсь если не нравится я вам скажу что это хорошая вещь все пошла монтировать видео чтобы вы успели посмотреть сегодня до сегодня некогда не знаю что это я не знаю Продолжение следует...